Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архиз24, программа «Здоровье» и я, ведущая, Бадахова Динара. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России пройдет эксперимент по дистанционному наблюдению за здоровьем беременных. Для мониторинга будет выдаваться специальный прибор – кардиотокограф, который будет передавать врачу информацию о состоянии плода через приложение. Эксперимент будет проходить в 2024-2025 годах на территории Астраханско-Владимирской области, а также Республики Алтай, Саха и Башкоркастан. В этом году в нем примут участие 2000 женщин, в 2025 году – 4000. Если у участвующих в эксперименте женщин при посещении гинеколога будет выявлена необходимость мониторинга состояния плода, ей будет выдан кардиотокограф. С его помощью можно будет измерять частоту сердечных сокращений плода, оценить необходимость внепланового визита в случае кислородного голодания. Данные с устройства будут поступать по системе Bluetooth – мобильное приложение на смартфоне. Далее через инфра-систему медицинский персональный помощник их сможет увидеть доктор, проанализировав и скорректировать лечение при необходимости. Эксперимент по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями с использованием системы персональной медицинской помощники запустили в России весной 2023 года. Изначально он позволял врачам отслеживать состояние здоровья пациентов с артериальной гипертензией и с сахарным диабетом. Цель проекта – снижение уровня материнской заболеваемости и смертности за счет своевременного выявления осложнений течения беременности. Качество сна тесно связано с риском развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Участники с утренним хронативом, которые спали 7-8 часов в сутки и не страдали бессонницей и не вновь сонливостью, имели на 28% меньший риск возникновения таких заболеваний по сравнению с тем, кто плохо спал. Наибольшее снижение риска было зафиксировано для синдрома раздраженного кишечника. Ученые из Народной больницы провинции Гуандун в Китае изучили влияние качества сна на развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. Риск развития любого заболевания желудочно-кишечного тракта оказался ниже на 28% среди людей со здоровым сном по сравнению с теми, кто плохо спал. Наибольшее снижение риска было замечено для синдрома раздраженного кишечника на 50%. Здоровый сон также ассоциировался со снижением вероятности развития жировой болезни печени на 37% и язвенной болезни на 35%. Риск диспепсии уменьшался на 34%, дивертикулеза на 25%. У тех, кто имел высокий генетический риск и плохой сон, вероятность заболевания желудочно-кишечного тракта увеличена от 53% до 200%, отметили эксперты. Однако здоровый сон снижал риск заболеваний пищеварительной системы независимо от генетической предрасположенности. Анализировали данные более 410 тысяч человек. С 27 мая по 2 июня в России проходила неделя отказа от табака в честь Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая. Цель мероприятия – это повышение информативности граждан о важности отказа от употребления никотин, содержащей продукции. По данным официальной статистики, за годы действия государственной политики, направленной на защиту граждан от табачного дыма и последствий потребления табака, распространенность курения в стране неуклонно снижается. Правда, за последние годы наблюдается замедление темпов снижения распространенности курения и прирост потребления иной никотин, содержащей продукции – вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака. Остается низкая осведомленность населения о вреде никотина, о том, что он вызывает зависимость. А также другие заболевания, вызываемые содержащим в табачном дыме токсинами. Этому способствует агрессивный маркетинг данной продукции со стороны табачной компании, нацеленной в первую очередь на подростков и молодежь. Никотин, содержащий продукцию, наносит такой же вред организму, как и табачные изделия. А мифы об их безвредности – хорошо запланированная дезинформация. Чем раньше отказаться от употребления табака, тем быстрее снизится риск смертельных заболеваний, связанных с этим пагубным пристрастием. Один из неприятных, но временных эффектов отказа от сигарет – никотиновая абстиненция или синдром отмены. С ним легче справиться, используя отвлекающие факторы, например, ходьбу или физические упражнения. Более подробно о вреде никотин, содержащей продукции поговорим с врачом-психиатром, наркологом, республиканского наркологического диспансера Галиной Георгиевной Труфановой. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то данные о проблеме курения по нашей республике и каков примерный возраст самого молодого курильщика? Работники нашего диспансера ежемесячно проводят мониторинг, а также тестируют, а также ведут опросы анкетирования учащихся школ и контингент учащихся в возрасте от 9 до 17 лет. И вот что мы выявили. 52% опрошенных сообщили, что у них в семьях распространено курение. 18% опрошенных указали на то, что их друзья регулярно употребляют никотин, содержащие вещества и курят сигареты. И 11% пробовали курить сами лично. Таким образом, получается так, что в соответствии с результатами текстирования за 2022-2023 год, в группе риска среди учащихся города Черкеска мы обнаружили 10 593 учащихся. Таким образом, средний возраст начинающих курильщиков это где-то от 9 до 17 лет. Расскажите нам подробнее, как действует курение на организм подростка. Основной составной частью сигарет является, прежде всего, это никотин и токсические вещества, химические токсические вещества. И основное действие это вызывает зависимость. Первое. И второе. Ну, во-первых, в детском подростковом возрасте зависимость более резко выраженная. И вы знаете, лечить подростков намного труднее, потому что это злокачественная форма зависимости. С другой стороны, никотин, потом все эти токсические вещества вызывают очень сильное сокращение на длительный период сокращения сосудов. Значит, у ребенка или подростка идет хроническая гипоксия. То есть у него недостаточно поступать метавинов, микроэлементов, кислорода. И у него возникает гипоксия, поэтому это отражается вначале на поведенческом уровне. То есть он становится, снижается память, концентрация внимания, становится рассеянным, невнимательным, не хочет учиться, прогуливает и так далее. Потом присоединяются уже и психологические признаки. То есть он становится раздражителем, неуравновешенным, вспыльчивым. И в конце концов потом идут психологические признаки. Значит, здесь уже проблемы со здоровьем. То есть здесь у ребенка зачастую бывает головная боль, быстрая утомляемость. И без причины иногда бывают и боли в животе, покашливает. Потом иногда и мы можем диагностировать у них неврозы, скачки артериального давления, потом гастриты, бронхиты и так далее. В зависимости от того, какой орган поражается преимущественно. И поэтому на ранних этапах идет формирование воспалительных процессов того или иного органа. А вот говоря про табачный дым, какие там вредные вещества содержатся? Вы знаете, в современных сигаретах насчитывается более 4 тысяч токсических веществ. И современные исследователи указывают на то, что вот даже старые папиросы, там Прима, допустим, или Беломорка канал, они менее вредны, потому что там натуральные растительные продукты, чем современные сигареты. Значит, основная цель табачной корпорации – это формирование зависимости. Чтобы он начал курить, и потом он не смог бросить. Вот для этого и добавляются вещества, которые вызывают, формируют эту зависимость. Основным этим веществом, который способствует формированию зависимости, это, конечно же, никотин. И он в сельском хозяйстве используется, использовался как инсектицид, который он уничтожает насекомых, сельскохозяйственных насекомых и так далее. Вот. Потом в состав входит та же окиси углерода, который находится в выхлопных газах в автомобиле. А вы знаете, он прекрасно связывает кислород крови, тоже приводит к гипоксии дополнительно. Дальше очень большое количество смол, потому что продукты горения сигарет дают смолы. И вот эти вот смолы, они откладываются постепенно и дают основу болезни раковым заболеваниям, онкологии. Потом входят и радиоактивные элементы, полуний-210, радиоактивные изотопы. Ну, как вы знаете, они тоже дают в организме человека формирование раковых заболеваний. В состав также входит и синильная кислота. Вы знаете, это очень сильно действующее вещество, которое используется и как химическое оружие. В состав входит мочевина. Вот мочевина как раз-таки усиливает действие никотина в формировании зависимости. Ну, а мочевина, вы знаете, добывается из мочи крупного рогатого скота. Теперь представляете, что курят наши курильщики. Ну, там очень много в состав входит. Бензопирен, формальдикид, нитрозамины, гексамидин, канцерогены и так далее. Поэтому состав ни на одной пачке никогда не указывается. Поэтому тут в этом плане вы можете быть. Вот теперь большинство случаев говорят, вот я выкурил, никакого же отравления, всё нормально. Но. А попробуйте вы выкурить сразу 4-5 сигарет. Сразу, одновременно. У нас раньше была такая методика. И вот когда выкуривают одновременно сразу 4-5 сигарет, человеку становится плохо. Во-первых, является тошнота. Начинается рвота, головная боль, головокружение, потливость. То есть все симптомы отравления. То есть вопрос здесь времени. Как только накопится максимальное количество этих токсических веществ в организме, возникнет заболевание. Ну, послушав про состав табачного дыма, я надеюсь, многие уже бросят эту вредную привычку. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много женщин начали курить. И молодые девушки в том числе. Как влияет курение на женский организм, если какие-то специфические влияния, особенно на репродуктивную функцию? Вы знаете, женский организм, он особенный в каком плане? В силу особенностей нервной системы у них наиболее быстро формируется зависимость, как и у подростков. И эта зависимость, она, в общем-то, настолько сложно поддаётся коррекции или лечению. Поэтому у женщин очень трудно вылечить и женщинам очень трудно бросить курение. Очень сложно. Поэтому вот эта вот зависимость, это у них протекает и более тяжело. И самое главное, что у женщин отрицательный эффект характеризуется в том, что влияет прежде всего на половую сферу. В каком плане? У этих женщин чаще возникает раковые опухоли молочных желёз, женских половых органов. И вы знаете, основным, можно сказать, даже моментом или основной причиной бесплодия у женщин является курение. Дальше выкидыши, потом мёртворожденные – это тоже у курящих женщин. И, вы знаете, даже если, допустим, родит курящая женщина ребёнка, он рождается обычно ослабленным, болезненным, очень часто болеет. Или же формируется какая-то, может быть, у ребёнка и порог. У меня есть женщина, которую я наблюдала. Она курила в период беременности и родила ребёнка. У него порог сердца. До сих пор на себя клянёт за это и всю жизнь теперь занимается лечением своего ребёнка. Она не курит, но уже поздно. Теперь есть случаи, когда не только, допустим, заячья губа или же волчья пасть – вот такие пороки развития у ребёнка. А иногда так, вот родила и говорит, да у меня нормальный ребёнок, всё хорошо в физическом плане, она довольна. Ну что, ну курил, и ребёнок нормальный. А потом выясняется, через 5-6 месяцев развития ребёнка, в 8-м месячном периоде, в 8-м месячном возрасте, ребёнок нервный, раздражительный. То есть у него идёт патология со стороны центральной нейросистемы. Потом растёт ребёнок невротиком или же с психотическими расстройствами. То есть никотин просто так. Он никогда не может пройти, то есть курила, и всё хорошо. Обязательно будет какой-то побочный эффект. Спасибо за такой развернутый ответ. Ещё говорят, что курение вызывает преждевременное старение лет на 10-12. Правда ли это? Ну, мы даже всегда вот говорим, что чтобы быть здоровым, красивым, всегда нужно вести здоровой образ жизни. Правильно? И вот мы занимаемся физкультурой, кушаем нормальную пищу, и мы все хорошо выглядим. И, с другой стороны, наше лицо, наша внешность, она указывает прежде всего о том, какие у нас заболевания, какие у нас привычки и прочее. Поэтому любая привычка, вредная или зависимость, она отражается обычно на внешности человека, особенно на женщине. Потому что с годами женский организм, он больше и более подвержен старению. У мужчины как-то ещё держатся какой-то период времени, а у женщин раньше формируются морщины, раньше формируются брыли, морщины и так далее. Потому что уменьшается коллаген кожи, мышцы лица уменьшаются и слабеют, и в результате идёт старение. Теперь, если женщина курит, то, естественно, у неё намного будет процесс старения идти быстрее. И, знаете, даже внешность курильщицы обращает на себя внимание тем, что цвет кожи темнеет. Потом характерны иногда со временем образование пигментных пятен и глубокие морщины вокруг рта, глаз. Если мы знаем, у любительниц сладкого со временем образуются мелкие морщины, так называемое сахарное лицо. То есть это такие мелкие, как сеточка морщины. Это классическое сахарное лицо. То при курении чаще всего глубокие и чаще всего с изменением цвета лица. То есть по внешнему виду можем предположить, это курить человек или нет. А есть ещё такое понятие, как пассивное курение. То есть человек может сам активно не курить, но быть пассивным курильщиком. Это что такое? Ну, пассивный курильщик – это человек, который не курит, но он вынужден находиться в одном повещении с курящим человеком. Чаще всего такими пассивными курильщиками являются дети с курящими родителями. И они непроизвольные. Или вот мы уже видели, там папа сам качает коляску с ребёнком грудным, а сам курит. Ведь пары, дым, вернее, он же попадает в коляску, и ребёнок является пассивным курильщиком. Честно говоря, всегда говорят, что при пассивном курении эффект никотина больше, чем при активном. Нет, это не доказано. Но всё равно свой эффект негативный при пассивном курении никотин оказывает. И как же бросить курить? Значит, бросить курить, вы знаете, это реально, это можно. Но, значит, это зависит от того, как долго человек курит, возраст и так далее. Значит так, если молодой человек, даже если он долго курит, но он абсолютно здоров, мы всегда рекомендуем одномоментную отмену. То есть сегодня ты сказал с утра, всё выбросил и всё. Если человек долго курит, у него сопутствующие какие-то соматические заболевания, мы рекомендуем поэтапное уменьшение количества сигарет. То есть сегодня ты выкурил, допустим, сколько ты обычно, пачку. Завтра ты на одну убираешь. И так каждый день на одну меньше. И так мы доводим до нуля. Ну, с другой стороны, можно остановиться на пяти, на четырёх какой-то, три-пять дней, потом ещё на четырёх, три-пять. Но нужно обязательно перевести до нуля. Теперь одномоментная отмена. Чем она сопровождается? Встаёшь с утра, во-первых, говоришь себе, говоришь родственникам, я бросаю. Всё. При этом выбрасываете абсолютно всё. Зажигалки, сигареты, все пачки сигарет. Всё. И настраиваете себя на абсолютную трезвость. Теперь с утра контрастный душ. Если нет контрастного душа, пораньше встаньте, пробежку обязательно сделайте. Любая дыхательная гимнастика, она великолепно выделяет эндорфин и гормоны удовольствия, которые замещают никотин. Вам не захочется курить. Теперь с утра обязательно завтракать. И вообще любому курильщику, который хочет бросить курение, обязательно нужно кушать три-четыре раза в день. Потому что приём еды подавляет вот это желание курить. Теперь в течение дня мы рекомендуем выпить примерно 7-8 стаканов простой воды. Обязательно. Это тоже подавляет желание курить. Теперь. Ну, вдруг вот вы, допустим, идёте на работу, а у вас нет никаких подручных средств, ничего. А у вас появилось желание закурить. Значит, вы делаете дыхательную гимнастику. Вы делаете глубокое дыхание несколько раз до 20-25, перерыв и опять 20-25 глубоких вдохов. Всё. Отвлекает. Теперь дальше. Ну, некоторые там, допустим, очень хорошо, допустим, там, жвачки с ментолом, конфеты с ментолом. Увлекаться не надо. Но в данный момент может иногда действительно и стать заменителем. Иногда семечки щелка. У каждой по-своему. Но, во всяком случае, это в какой-то степени заменяет, как бы, курение. И очень важно себе, ну, как бы, это, ну, можно сказать, аутотренинг или как, напоминайте в течение дня, что я бросил, я могу, я сильный, я здоровый, я крепкий, я смогу. И вы знаете, вы даже с каждым днём будете, человек, который бросает курить, он с каждым днём будет даже собой гордиться, потому что он это сделал, он это смог. И ещё очень важно. Никогда, если бросаете курить, это не имеет, не имеет значения, вы бросаете курить вейп или вы бросаете курить сигареты, не надо в этот период пить крепкий кофе или же чёрный чай, потому что это обязательно стимулирует влечение к курению. Вот по поводу вейпов такой вопрос. Многие переходят на него и считают, что это менее опасно. Так ли это? Вы знаете, это уловки табачной корпорации. Значит, всё же течёт, всё изменяется. Везде же все мы стараемся, ну, как бы вводить какие-то новшества. И они указывают на то, что да, это новое, это инновационное. Там продукты горения, а здесь продукты парения. Вроде бы никакого вреда нет, но надо же обращать внимание на состав вейпов. И вот именно токсическим эффектом, токсический эффект, он идёт именно от состава токсических веществ, которые входят в эти вейпы. Там тот же глицерин, те же смолы, те же и изотопы радиоактивных веществ. Это же всё даёт отрицательный эффект на лёгкие. И самое главное, да, органолептически это приятнее. И вдыхать приятнее. И побочный эффект вроде бы меньше. Да, это лучше. В этом плане да, но вот эти анестетики и ароматизаторы, они-то способствуют раскрытию бронхов. А если больше раскрывается гроб бронхи, то вот эти вещества токсические, которые находятся в вейпах, в жидкости в паре, они же проходят более глубокие слои нижних отделов лёгких. И оседают там, и они никуда не деваются, потому что они не рассасываются, ни глицерин, ни смолы. И по мере накопления, может, 10 лет, может, 15 лет, оно обязательно даст о себе знать. Всё зависит от того, какая сила сопротивляемости организма. Но я что хочу сказать, то, что ни в коем случае не лучше. И самое главное, то, что даже доказано уже научно, что даже в 10 раз токсичен никотин. Почему? Потому что прямое воздействие. Там хотя бы в какой-то степени, может быть, фильтр задерживает токсические вещества. Здесь ничего. Тут прямое воздействие. Пара с токсическими веществами на дыхательные пути. И в последующем, и самое главное, то, что, видите, ни кашля, ни заболеваний какие-то, потому что всё обезболивается, всё, в общем-то, в таких рамках, что кажется, да, всё хорошо, и при субъективном вроде бы неплохо. Но это происходит резко, резко, на пустом месте. И потом обязательно будет отрицательный эффект. Вы рассказали о влиянии вейпа именно на дыхательную систему, а на эндокринную, на половую сферу влияет ли? Значит, я почему на дыхательную начал, потому что там непосредственно сам пар идёт. Но он-то ведь идёт в лёгкие, а в лёгких-то кровеносные сосуды. И вот из этих сосудов вот эти токсические вещества распространяются по всему организму курильщика. И поэтому нет ни одного органа, на который бы не оказал влияние этот никотин и все эти токсические вещества. Поэтому, да, поражение идёт. Вот, допустим, поражение идёт, ну, по желудочной железы. Да, ждите сахарный диабет, ждите панкреатиты, ждите... Тут масса заболеваний. Дальше. Если влияет, допустим, на половую сферу, ну, опять-таки, у мужчин может быть что? Снижение потенции со временем. Потом может быть аденома, может быть простатит. У женщин бесплодие, у женщин воспаление яичников и так далее. То есть это токсические вещества, которые дают воспаление того или иного органа. Щитовидная железа, то же самое. Так что я хочу сказать, что у нас организм – это единая система. И поэтому, вдыхая или же там пары, или же, допустим, никотин через сигаретами, дым, везде будет отрицательный эффект этих токсических веществ, входящих в эти курительные смеси. А насколько важно во время прохождения лечения отказаться от курения или хотя бы снизить риски? Вы имеете в виду лечение в наркологическом диспансере или в общей соматической сети? Да, в наркологическом диспансере, если говорить. Значит так, если человек лечится в наркологическом диспансере, здесь сразу одномоментная отмена. Всё. Другого не может быть. Постепенно здесь не проходит. Почему? Потому что здесь идёт у нас заместительная терапия, дальше идёт укрепляющая терапия, седатики, антидепрессанты, симптоматическая терапия, нормализуется сон и так далее. Поэтому очень важно отмена, и тогда будет лучший результат. Ну и я просто ещё хотела вам сказать, что 90% смертей от рака гортани и лёгких у курильщиков, именно у курильщиков, 90% лёгких. Это и вейпы, это и сигареты, 90%. Это не какие-то данные от фонаря. 70% смертей от инсультов, инфарктов, связанных с курением. Это 70%. Ну и, наконец, 30% смерти от рака желудка, предстательной железы и прямой кишки. То есть цифры такие. Вот это токсический эффект, токсический эффект. Скажите, пожалуйста, от чего вообще зависит успех лечения? Успех лечения зависит только от самого курильщика. Во-первых, необходимо себя мотивировать. Это раз. А во-вторых, должно быть желание. Если у человека есть мотив, ну мотив какой? Я считаю, у каждого человека мотив может быть – это здоровье. Ведь каждый хочет быть красивым, здоровым до конца своих дней. И, с другой стороны, вы можете и материальную сторону взвесить. Посчитайте, пожалуйста, вот перед чем курить, вы посчитайте, пожалуйста, сколько вы тратите на сигареты. Это немалые деньги. Вот. Потом отношения в семье. А потом отношения деток. Потому что, если есть дети, они же смотрят, они в последующем могут копировать и поведение родителей. Поэтому, прежде всего, надо все взвесить за и против. Спасибо огромное за ваши такие рекомендации. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова